hello everybody плохой канал сегодня стрим выложу разговор с артёвом рябом который купил арткуин 2001 года битый вот он правда не особо был битый там царапанный по сути вот и задает мне там всякие вопросы на это видео посмотрите вот рукинг вот такой такой вот крутой аппарат вот и смысл в том что ему с его недюжимым опытом ковырянию мотоциклов он не понимает что с ним вообще делать то о чем я когда-то говорил да то есть видео который почему вам не надо покупать харли дейтс на то что вам опыт ваш предыдущий абсолютно будет бесполезен ничего не поможет вот и он как бы сидит как бы офигевая все этого процесса смысл в том что покупая мотоцикл харли дейтсон который вы никогда не видели какие видео и какие мануалы вам ни хрена не помогут вот вы туда сами залезть сломаете это все дело вот и только после этого в нем разберетесь а сломаете соответственно будете за это платить деньги поэтому это еще дополнительный расход или в вашем городе может быть есть сервис харли дейтсон который не совсем бесплатно вам это дело починит вот такая вот история вот решил записать для того чтобы вы сами посмотрели насколько все весело вот смотрим сейчас серьезно лицом не поймут короче вот это же самое верно да привет артем вот меня обвиняет то что у меня все очень весело поэтому мы сегодня будем серьезным лицом таким сидеть вот так вот и ну дети вот так вот буду стараться артем здравствуй вот старайся только на серьезном вот артем купил на купарте мотоцикл road king 2000 не помню какого 2000 1 2001 блин все сбой все вот хотел бы купить его вот я его не купил вот купил себе 2001 года road king вот получил его вот и задает мне теперь вопросы всякие не то чтобы я против вот чтобы их сдавал вот но я не на все во первых могу ответить во вторых ну я как бы слушаю чего чем спрашивает и решил да слушай а давайте вот запишешь так сказать отзыв человека который никогда не владел харли вообще в глаза не видел вдруг решил его купить вот и и сидит вот таким лицом теперь да вот и не понимает что дальше делать вот чем смысл то есть не больше мотоцикл был плохой и артем был плохой вот а точнее я плохой кстати вот 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 но не он как бы вот сидит как и не понимает чего с ним дальше делать при этом самое интересное что артема опыт мотоцикла ковыряния я не помню какой-то очень большой ты ты что до этого у меня до этого был м72 то есть это наш советский дает урал как только он еще не назывался тогда уралом назывался просто м72 был бмв р-35 немецкий тридцать девятого года и немного мне довелось поработать с валуем у меня узнал он был было и я с ним то есть коврялся если говорить о своих мотоциклах то есть бмв м72 и разобрал их полностью вот даже спицы сам натягивал у меня то есть до винтика все но и вот и вот и вот и вот и что ну совсем своим опытом к ну то есть я не сказал что он большой опыт но с железками разбираюсь знаю что такое мотоцикл что такое двигатель здесь не подходит ничего вот вот я об этом говорю никто не верит это совершенно другой мир и причем он ну то есть это все для меня новое ну вот к примеру слил я сейчас масло с двигателя на щупе масло было прозрачное абсолютно про и после того как поездил прозрачное и постоял прозрачное ну и думаю блять новое масло но солью все-таки мало ли и слил и оттуда черную жижу и вот я до сих пор понять не могу как на щупе масло может прозрачное а в итоге черную вот этого я это 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 при том когда ты ездишь то есть он у тебя не стоячий там ты меряешь а ты поедешь я вот я только приехал и сразу горячее еще слил ну то есть посмотрел на щуп на прозрачное масло и слил черное это к примеру да все звон в двигателе вот у меня был бмв тридцать девятого года он так не звенел я я его слушали я понимаю то что я слышу какой-то звон знаешь я бы сказал что стучат клапана ну то есть это так надо вот то есть это если бы думать моим опытом я бы сказал о стучат клапана но клапана не могут стучать отовсюду то есть не получается на серьезных извините разговоров вообще хоррелисты народ веселый я слушаю рокер боксы слышу звон я слушаю праймери слышу тот же самый звон я не могу понять откуда идет звон потому что он идет отовсюду и он как будто бы одинаково что ли все звенит ну в итоге я так понял что так и должно быть наверно потому что эмульсия у меня на крышке получается на масло баке эмульсия образовывается откуда ну ну то есть если бы было жидкостное охлаждение я туда залил воду было бы понятно откуда здесь все герметичное крышка бака герметичная но все равно там появляется эмульсия в масле эмульсии нет я его слил а на крышке есть вот так еще чего веселого ты словил кроме масла у тебя он сколько месяц уже что ли ну почти два уже месяца да ну ездить начал месяц месяц в принципе стоял еще очень интересно мне что понравилось это проводка понять что-либо это невозможно это нереально нереально нету слов во первых я тебе кстати не говорил забыл сказать он у меня полицейская версия был изначально то есть там еще дополнительных куча проводов которые шли на мигалки на рации эти все провода просто по обрезаны запаяны я открутил фару а там вот так пучок торчит и и что и что с ним делать то есть ну тяжело конечно с проводкой очень тяжело мне было ну как-то на самом деле даже что-то более-менее разобрался вру не разобрался вот-вот там самый простой способ по слухам это полностью ее выкинуть и заново засунуть потому что по-другому ты будешь с ума сходить очень долго я думаю это вечная геморрой у всех этих вот харлистов есть человек который хотел написать книгу эти самые блуждающие токи в харли дэйс я у него когда спрашивал как как у меня оказалось представляешь как бы ты соли что я перебиваю девяносто пятом году девяносто пятом году реле поворотников подключена к спидометру догадаться до того что ну я думаю на хера там этот провод понимаешь я его не воткнул и она мигала криво понимаешь то горит то не горит оказывается она считывает скорость и зависимости от скорости то быстро моргает то медленно догадаться до этого сумасшедшего дома я случайно харликомф это прочитал пример и вот таких моментов там во это можно только в каждом году годе они будут разные понимаешь и когда общий смысл чем мы хотим показать это то что есть у человека есть недюжный опыт ковыряния то никакие видео блин в интернете и рассказы о том как все круто и хорошо и просто не помогут на хрена помогло ничего мне в принципе это полная ерунда в том-то и дело потому что во первых они все один раз все разные это нужно чтобы человек ковырял именно твой мотоцикл прямо тогда ты поймешь они все заразы разные поэтому не получится в этом соглашусь абсолютно то что это то есть то что мне пришло я как-то общее понятие я знаю где цепь где натяжители то есть это я понимаю то есть туда не лазил еще не вот и туда как залезешь еще будет веселее и там все время будет весело на самом на самом теле я просто смотрю на выхлоп и думаю как не его снимать и пока что он не просто стоит я думаю ну похолодает потом потому что да это конечно первая моя фотография с моим мотоциклом меня сфотографировали друзья как я под ним лежу и что-то кручу это было на второй день как мотоцикл приехал сейчас там крутил ты менял педали ну то есть наш были погнутые они немного приложенный получается на левый бок был вот и я менял кронштейн и плаща ну на самом деле заменил я не скажу что прям очень много именно по аварии то есть или после падения фару и педали в принципе перетянул кожей кофр и все так ничего такого но обслуживание мотоцикла ты живешь артем живет в городе пятигорск вот пятигорских релистов как собак нерезанных вот есть артем и все я выезжаю только вот не ну кстати есть два человека два уже до 2 но одного я ни разу не видел как бы он есть он такой больше как эфемерное понятие он существует есть легенда что существует третий 2 тысячи по моему шестого года у него электро ну как то мы с ним пообщались и я понял то что он в принципе просто если что везет в сервис то есть он ничего ничего не понимаю это может и правильно у вас что есть куда везти нет сервисы то есть которые делают спортбайки они же делают и фарлеи конечно сам делать да потому что как-то я в принципе знаю ровно столько же сколько я не об этом хордеи так что не думаю что есть смысл не на масло то они могут поменять и там прикрутить что-нибудь а вот понять почему у тебя там эмульсия я думаю вряд ли это тяжело тут очень долго я не мог понять у меня отстреливает двигатель отстреливает короче ну привет когда сбрасываю газ бах-бах-бах такие хлопки под настроил меня стоит этот как power commander вот это тут поставили я там что-то там понажимал покрутил ну вроде лучше стало стрелять стал меньше вот только теперь начал стрелять когда нагревается в итоге выяснилось спустя два месяца я выяснил что у меня в переднем цилиндре видимо высохла прокладочка и он чуть-чуть подсасывает воздух поэтому стреляет вот два месяца мне понадобилось на то чтобы выяснить почему стреляет двигатель я тебе сейчас не стреляет стреляет ну так подумал два месяца стрелял еще один день постреляет другой заказал эти прокладочки очень дорогие прокладки 300 рублей по моему вышли это да прокладки на двигатель да очень дешево стоит если ты все весь комплект закажем по четыре тысячи что ли что-то такое кстати нет на все и на коробку и на прайме и на двигатель что-то в районе одиннадцати тысяч нет но это вообще все да 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 если на двигатель в районе четырех тысяч ну я так знаешь даже прикинул я думаю их можно самому и на лазере нарезать у меня есть лазер на работе то есть я их просто отсканирую и буду их печатать себе ну то есть как бы вот ну это такой путь то есть как тебе сказать попробовать я я считаю что существует наверно три пути ремонта харли-дэвидсон ну а именно харли-дэвидсон потому что если у тебя японский мотоцикл у тебя по сути один единственный путь купить оригинал вот с харли-дэвидсон можно купить либо оригинал именно с прокладками либо не оригинал который будет стоить в общем совершенно недорого вот либо мы мукаться вот с этим вот колхозом вот но вот это отношение к мотоциклу как-то не знаю то есть обычно у меня она вылезала потом боком и как-то это ну блин если колхозе то надо покупать китайский мотоцикл ставить на него детали с алиэкспресс вот она карьей как-то ну кащуственно по моему на мой взгляд то есть пожарить тысячи рублей на прокладку ну блин как-то не знаю если бы 20 тысяч рублей но другое дело туда правда ерунда это знаешь как она тебе не понадобится там особо там если только понадобится это вот эта прокладка который в том месте делать этот грэм стоит туда надо периодически лазить там поэтому она как бы там выходит из строя а все остальные то есть конечно гора у меня стоит на гусятнице я снимал ее крышку ну блин раз шесть наверное и так она и стоит я и снимал по как бы потому что я из дурама там менял себе один сальник вместо того чтобы один раз это сделать я сделал три раза поэтому менял это вообще отдельная история ну вот на мой взгляд короче то что вот я тебе проговорил тоже проговорю на всякий случай вдруг кому пригодится то есть единственный способ познать харли это вот залезть туда самому по дороге все ломая потому что по другому у тебя не получится это сделать вообще никак и то что ты будешь ломать ты будешь на это тратить деньги потому что блин ты как бы это не починишь никак вот и ты попадешь на бабки с этим ремонтом я так же попал то есть не так чтобы на большие ну какие-то собственно разбирался там с этой конструкции там потом она у меня гораздо проще чем тебя вот и ты их фиг найдешь этого всего вот в россии нету к слову о полезть и сломать я думаю что там как-то грохочет или звенит посмотрю на я цепь натяжитель цепи в прайдере да откручу-ка я окошко открутил я три болта откручу четвертый и все заглянул туда а звездочки там нету то есть я как бы и в принципе слезал все что там было это вот то что я тебе рассказывал по поводу болта он был слизанный но я убрал остатки то есть как бы ну чтобы уж наверняка на там торчит что-то снаружи то у нас как круглая такая получается головка и 6 и звездочка вот это торс 27 по моему да 27 это но из него можно сделать шлиц-то пропирить думаю да да буду что-то попробовать что-то сделаю может быть его как попаду распилил да можно эту крышку принципе раскурочить на крайне говорят она дешево стоит да я думаю то что и воду не это не сложно будет выкрутить просто как бы сам факт то есть вот полез нужен болт новый залез на ебэй там только набор доставка до набора на всю гусятницу вот ну пока не стал натягивать не но ты можешь взять и перерезать то есть купить там за полторы тысячи не набор болтов набор для для нарезки вот и перерезать резьбу какого-нибудь этого метрического болта сделать не дюймовый к теории то есть если что у него скорее всего внешний вид будет другой вот болты у меня-то дюймовые есть я себе купил набор но именно такого не да так и будет так у меня вот такая коробка здоровая с болтами я ее всю перевернул там есть все болты кроме именно вот такого круглого при стриме кстати говоря как выглядит по моему они по уме такой есть это вот хрелисты делятся друг другу болтами смешно но правда потому что действительно там болты специфические то есть они не просто крепежный болт который ты пошел купил они вот какого-то специфического вида если ты даже его крутишь он блин зараза весь внешний вид будет портить блин ну в конце концов ты поставишь оригинал то самое с прокладкой даже дюймовые просто болты просто купить если где-то ну то есть они отличаются таких нету такой формы головок таких ну нету таких они всегда отличаются они здесь все какие-то кроме обычных шестигранников то есть они выглядят как обычные шестигранники то есть круглые с обычной круглой головкой а остальное все это посмотрел на них никогда этот ящик пришел коробка которая закрывалась болтами так посмотрел туда думаю господи а где здесь вообще такое стоит я их не вижу я вижу обычные шестигранники но уже потом полазил специфических очень много у вас зима просто короткая ты успеешь за зиму разобраться сколько у вас там месяца три наверно кого ты знаешь если говорить как бы как в прошлом году то у нас зима длилась дня четыре более это тяжело ну а так ну сейчас кстати очень даже холодрыга прям такая ночью было пять градусов недавно я у меня аккумулятор 7 у нас днем пять градусов у вас да ладно и того мы выяснили что не так она все просто вот и даже если там человек с опытом то как бы все равно этот опыт придется зарабатывать заново его никак не прочитаешь ни в каких были мануал то у тебя есть да есть помогает тебе сказать один раз помог ну то есть это выглядит как у меня мануал электронный у меня сохранен ссылка на него в браузере в телефоне я открываю его там 750 страниц по моему или 760 я начинаю по фотографиям просто искать примерно как бы что мне надо нахожу примерно что мне надо сохраняю фотографию скидываю ее в google транслятор закачиваю перевожу ни хрена не понятно переводчик просто переводит сразу весь текст и показывает его ну то есть как столбик просто весь текст страницей а там же как бы под картинками и показано что где куда и переводит он мягко говоря не очень хорошо вот ну один раз он мне помог с я уже даже не помню с чем он мне помог ну что-то мне помогло там было что-то такое по моему с моментами затяжки я их там вот ну то есть что-то совсем такое ну очень интересно но ни хрена не поняли ну очень интересно я смотрел и стал таким видом типа мануал американский ну так полистал полистал и понял что пока я полезу и не сломаю мне этот мануал он как-то вообще и они там такие вещи пишут я и слов то таких по-русски не знаю не то что по-английски там чего они о чем они говорят ну в общем мануал да не очень не помогает на самом деле ну не знаю какие-то цифрки посмотреть и все а на харви ком ты лазил пробовал там чуть спрашивать типа вот я это не ну как вот единственно мне помог человек не помню его ник тимофей его зовут из праге он он делает еще всякие карты топливные там и так далее с инжектором что-то то есть я с ним списался он в ватсапе там дал номер и я ему написал мне помог там по поводу инжектора разобраться вот это да а так в основном то что они там пишут ну блять это не про мой мотоцик просто это про чей-то другой мотоцик а что ты не спрашивал про свой там есть квадратный вопрос можно спросить же про свой какую-нибудь глупость любую вообще которая пришла тебе в голову такая глупость мне в голову еще не приходила вот попробуй ты по моему единственный способ там есть люди которые ну достаточно грамотно ответить на на вопрос ну по крайней мере я знаю там таких не знаю там чек 10 наверное которые прям вот и чон теперь спрашивай что тебе и ответят они есть конечно там люди которые будут отвечать что сам знаешь что куда тебе вот с этим да и кто ты вообще такой и так далее а есть как бы достаточно нормальный как бы ответ ну вот у меня тоже я тоже спрашивал до у трех людей огромное спасибо роми fxr если не он вообще застрелился бы давно и огромное спасибо володе панчуку если будем 20 раз застрелился вот они меня научили кто например очень спокойному подходу такому пофигистическому я после японского мотоцикла было тяжело и камена я искал микрон вот эти вот очень спокойно к этому относиться как к всему еще раз хорошо тебе нравится что но что-то тебе в это нравится да мне все на самом деле мотоциклами я доволен я нихрена на нем не ездил правда потому что это правильно ну как не ездил очень много поездил сейчас он у меня опять стоит я вот с масла слил сейчас масло в процессе замене масла и вот то есть ну ну как как от самого harley это прям я чувствую то что это это я ездил на японцах я ездил у друга брал почти наверно полгода его не было он был за границей штатов я ездил на его yamaha dragstart литровая вот я думаю ну у него тоже она была такой высокий руль как бы вот я думаю ну я же опыт есть у меня правильно на чопперах ездить не только на столетних мотоциклах но когда я распаковал ящик мы получать когда его забирал мы погрузили его погрузчиком в машину откинули борт и погрузили в гараже уже я распаковывал и по аппареле думал я его скачу потому что я скатывал так все свои мотоциклы там ну м-72 то же самое было ну он такой тяжелый то есть очень много было чего удивительного и удивительного на самом деле даже я бы сказал что первый день первые пару дней я даже был какой-то немного расстроены что летом и думаю блин это немного не то что я ожидал хотя плюсов было больше то есть я думал то что будет плохо с аккумулятором будет плохо там масло все это надо менять и удивительно было то что аккумулятор рабочий с америки приехал то есть по вложениям было минимально совсем минимальное вложение изначально но потом заменит за месяц вложений столько накопилось то есть сколько ну в итоге я короче не считаю не будем считать то что я сделал там фару разбитую и так далее и кофр поэтому обшил кожей я уже на него потратил около наверно 10 12 тысяч рублей ну то есть подделать лампочки у меня не работали были все перегоревшие заказал лампочки сделал там перек прокачал тормоза тормоза сам не прокачивал помог мне друг в сервисе который работает по хорлеем который посмотрел так на него ну давай попробуем ясно в общем принципе то же самое но там просто было удобнее у меня гараж маленький там было удобней ну такое все по мелочи в основном покупал но эти мелочи не так уж я бы не сказал что они дешево стоят то есть то что может стоить гораздо дешевле стоит дорого вставил все в основном бушное но то есть спот у меня правый был разбит буш на все как бы скупил поставил не но у тебя там повреждений никаких толку не было насколько я понимаю побитый разбитая фара крыло кривое перекрашивать ровнять надо это я его так ногой по нему ударил с другой стороны она выровнялась ну а красить уже не знаю может быть зимой покрашу ну в основном да то есть чисто вне внешне и так не сильно вот что можно рассказать и ты все-таки нацелился на то чтобы покупать шевел хэд судя по всему пошел хэд ребят я постараюсь снять есть два претендента на шевел хэд минусы маму нравится есть такое понятие настоящий хорлей наверное вот это вот не полу типа либо на колхать либо шевел хэд но на колхать найти на стороне наверное я даже не знаю у кого есть у кого-то есть у петеря по моему вот а шевел есть да я не в общем-то не едет вот это такой путь путь в ла да но он едет вообще изначально когда я выбирал именно как харли к хорлею я пришел так вообще к покупке харли дэвидсон я хотел купить ямаху какой-нибудь варьер какой-нибудь или вот этот road star ну то есть вот это изначально была как бы моя цель и чисто случайно сейчас будет смешно я набрел на видео такого человека плохой его зовут сволочь блин было называлось она что-то вроде зачем тебе не стоит покупать харли да точно я его посмотрел и понял что я хочу харли а до этого у меня то есть я знал что есть такие мотоциклы думал когда-нибудь мечта идиота сбудется вот но я даже не рассматривал его как вариант вообще покупки ну слушай а можно же купить харли то есть а насчет того что страховой аукцион как-то я даже не думал я думал ну как придет и сделаю чё то есть как-то вот я больно подвиг на эту покупку я к картину заезжал пятигорск угостил меня отличными пирогами придется пятигорске да там рядом просто ладно спасибо тебе артем вот я думаю что твой рассказ будет многим полезен в общем это не так все просто как кажется и чтобы там кто ни говорил придется ковыряться разбираться и тратить на это деньги и главное время и опыт в общем и как бы вот они просто так купил японский мотоцикл в этом плане конечно практичный ты просто его купил загнал покупил поехал он сейчас сломался это отцвез его сервис там тебе просто тупо поменяли расходники или на этот самый на оригинал вот и ты типа тупо ездишь дальше а харли это вот такое вот занятие вот чем кому-то оно нравится это хобби да это не транспорт просто когда ты просто сел там часть крутящий момент какой-то у тебя там не здесь это похер крутящий момент мне бы болт выкрутить ладно спасибо да не за что